Сергей Сырковиков тоже знаком нашим зрителям. Несколько лет назад он получил травму спины при нырянии. А еще вот по какому поводу мы наведались к нему в гости. Если помните, перед Новым годом наш проект объявил марафон добрых дел. И вы, наши зрители, присылали видеопоздравления для каждого из наших героев. И для многих вот такое видеопоздравление стало началом общения. И теперь многие встречаются, звонят друг к другу и даже приезжают в гости. Социальная дистанция, а точнее режим полной самоизоляции, был у Сергея весь прошлый год. Весь острый период пандемии. Больше того, временами он оставался дома совсем один. Пока Светлана, мама, уезжала работать, Сергей сам вел домашнее хозяйство. А как иначе? Что нужно делать? Не будешь ходить кому-то на звание, если говорить, что нужно прийти, помочь? Нужно сказать, самому, самому, потихонечку, потихонечку, все. Это больше двигает, так сказать, чтобы больше своих движений делал, а не принеси, подай. Все, зажлась. Вот так, 30-го. Приготовить несложный завтрак, заварить кофе. Теперь Сергей не ждет, что кто-то сделает это за него. Три, два, один. Все, в принципе. Сергей, герой нашего проекта, уже 6 лет. Травму получил, когда летним вечером решил нырнуть в реку. Все это время уверенно идет к цели – снова начать ходить. Врачи дают все шансы. После ушиба позвоночника люди действительно восстанавливаются, хотя времени и усилий надо очень много. Несколько лет назад жители Тамбова пришли на благотворительный концерт, чтобы поддержать Сергея и помогли ему попасть в санаторий Крыма. За эти несколько лет в проекте у него появились и новые друзья. Надежда вместе с сыном отправила Сергею новогодние поздравления в рамках нашего марафона «Добрых дел». Когда ограничения стали снимать, решила навестить лично. Вам поскольку, Ольга, кому сколько? Личная встреча – это абсолютно всегда по-другому. Видеопоздравления мы записывали с сыном. Он ко мне приехать не смог, я одна, за всю нашу семью. По многим причинам. Первая причина, что в этом году, наверное, все немножко разобщены из-за эпидемиологической ситуации. А хочется встречаться лично, хочется общаться, хочется смотреть человеку в глаза. А во-вторых, я уже приезжаю с Сергеем не первый раз. И мне всегда нравится приезжать, потому что я приезжаю, я погружаюсь в его мир. Он совсем другой, он не похож на мой. И вот это погружение, оно всегда дает мне какие-то, даже как это ни странно, дает мне силы, дает мне энергию, дает мне какие-то новые понимания и осознания. В этом году Сергей планирует заниматься еще интенсивнее. Прошлый заставил поставить на паузу многие проекты. Железный сталь. Стообраз. Абсолютно точно. План построен, действий. Их теперь только реализовывать осталось. Сейчас Сергей снова ждет приглашения и счет из Крымского санатория. И верит, что в этом году и ситуация в стране, и поддержка людей помогут его планам осуществиться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok